Когда образ мастера приходил, отпускало, но не сильно. И это вера нужна, доверие мастер. Вера укрепляет, ну создает доверие, достаток веры. Доверие – это достаток веры. А вера – это видеть свет, ведать свет, понимаешь? Вот что значит «ве» – это ведать, «ра» – это свет. Достаток веры должен возникнуть. Видеть свет нужно все время. Раствориться во мне – это и есть укрепление веры. Тогда образ, который ты призываешь, устранит. Устранит моментально все твои назойливые мысли. Понятно? Тебе даже не нужно призывать. Ты сама растворись в мастере, словно соединись. И это не словно реальное соединение, это подлинное соединение. Как сейчас. Ведь нет же никого, и никакой мысли, даже одной, нет. Никакой нет мысли. Это и есть единство. Неотдельность. Ты не отдельно от меня. Мы одно. Сама чистота. Это и есть то самое высочайшее познание. В познании Бога. Растворись в этом высоком знании, высочайшем знании. Оно дороже всех сокровищ мира. Мастер онлайн-группу чувствует себя немножечко. Забытый просит задать несколько вопросов. Делите этому время. Между сном и бодрствованием было созерцание мастера. И он назвал меня Марией. И я знала, что это обращение ко мне. И после этого имя Нина стало чужим. И сердце приняло, а он вносит сомнения. Как быть? Остановить эту борьбу и следовать зову сердца. И тут же этот вопрос продолжится похожим вопросом одного из участников. Что, когда мастер дает имя, и словно... Ну, некоторые знают, естественно, об этом. И словно начинается в ожидании или поиск этого имени внутри себя. И когда же мастер даст это имя? Ну, именно как ожидание, как перспектива какая-то. Не нужно ничего ждать. Без ожиданий. Без ожиданий. Когда оно возникнет, оно и возникнет. Если оно возникнет, значит, тогда мастер об этом скажет вам. Не нужно ничего ждать. То есть сейчас с этим именем, которое услышалось от мастера в созерцании, им не пользоваться, будем так говорить. Да, пока они не цеплятся за это. Не цеплятся за это. Следующий вопрос связан с исцелением. Тело очень сильно истощилось, позвоночник, голова, сосудистая система, нервные и другие. Как помогается тело, кроме медитации и даршинов? А в связи с чем истощение произошло? Пока не пишется. Просьба тогда из онлайн-группы уточнения. Ну, например, если тело плохо кушает, например, да, или там вообще не кушает, играя в игру, например, в автономии какие-нибудь или еще что-то, то с телом происходят такие вещи. Оно может истощаться. Потому что если тело не готово к тому, чтобы отказываться от еды, а у многих этих игроков так происходит, большинство, подавляющее большинство, создают, собственно, что? Растяжение пружины. Растяжение пружины. Они растягивают ее с помощью какого-то вот этого усилия, проявленного через эго. А потом оно сжимается. Поэтому здесь непонятно, от чего произошло истощение. И поэтому ответить на этот вопрос непросто. Да, если уточниться, тогда задастся. И такой один из вопросов, когда приходит участник ретрита, скажем так, уже в очень плохом состоянии физическом, когда, ну, словно тело запущено в каких-то уже глубоких процессах. И словно мало времени для помощи так возникает. Например, что-то с печенью серьезное или какой-то сильно глубокий вирус сидит. И словно сил не остается на то, чтобы преодолеть вот эти чистки, которые идут в медитациях, в даржинах. И возникает так, что тело попадает в больницу. Вот. И там попадает в эту колею, как будто бы опыт, который получен в поле мастера, он, ну, исчезает и обесценивается. Вот. Как не попасть вот в эту, как бы на этот крючок обесценивания через тело, когда тело не успевает словно или не дает еще сигналы о том, что с ним уже происходят достаточно глубокие процессы исцеления, но еще не вылезли на поверхность? По вере вашей дано будет вам. Сказано очень-очень давно. По вере вашей дано будет вам. То есть, если, если не произошло вот этого, если не дано, то значит слабая вера. А вера уже говорила, что это такое. Это значит, это значит происходило метание, метание какое-то. Потому что многие, кто приходят сюда, имеют какой-то опыт, опыт каких-то духовных исканий. Других. Где-то. И некоторые даже десятилетиями. Десятилетиями ездят на Тибет, в Индию, еще куда-то. Даже в Египет. Да. Или полежать в... Да, или полежать в гробу. В Египет. Тут Анхамана. Ну, належавшись и набегавшись, приходят сюда. И тогда начинает с ними все происходить. И вот здесь важно обнаружить подлинность. Обнаружить подлинность Света. Подлинность Высшей Милости обнаружить. Потому что некоторые просто не способны обнаружить это. И тогда не возникает веры. То есть ведание Света не возникает у них как будто бы. Потому что их ум по привычке занят беготнёй, играми в духовность. Поездками какими-то. В места силы. Или еще куда-то какие-то. Да. А нет никаких мест силы, кроме сердца Вашего. Нет другого места силы, друзья мои. Нет. Поэтому, куда нужно ехать? Разве куда-то нужно ехать? Все, что нужно, это обратить взор внутрь. Внутрь себя. Поверьте, как только Вы разочаруетесь во внешнем. То есть как только внешние формы Вас перестанут очаровывать, возникнет этот взор внутрь себя. И сердце начнет раскрываться только от того, что весь балласт привязанностей будет сброшен естественным путем. Потому что нет очарования. Поэтому, если кто-то не успел распознать подлинность Высшей Милости, это говорит только о том, что не созрела готовность пока. Больше ни о чем. Что нужно еще пройти какие-то уроки. Столкнуться видно с самыми серьезными страданиями. Потому что Майя, иллюзия, она беспощадна ведь. Как только Вы возвращаетесь в Майю, она начинает свою работу, она начинает Вас хлистать, бить и хлистать, чтобы страдания возникали, чтобы их было все больше и больше. Потому что только страдания приводят Вас к готовности пробудиться, к созреванию личности истизнуть, к созреванию сна, к приближению сна к пробуждению. Поэтому созревшее яблоко или недосозревшее яблоко, которое червивое, оно тоже падает, так же, как падает созревшее яблоко в руку Бога. Но несозревшее яблоко падает на землю, сгнивает и вынуждено снова переродиться. Для того, чтобы возникла новая возможность. И вовсе не факт, что она возникнет. Это возможность в следующей жизни, ибо утрачена возможность в этой жизни. и, конечно же, с этим ничего поделать нельзя. Каждому цветку свое время цветения. Каждому цветку. Конечно, это и есть ум, просто воспаленный такой. Воспаленный ум. Это воображение, которое запускается вследствие его заболевания. Конечно, именно так. Именно так. Потому что твоя истинная природа не вовлечена в это. Она чиста. И пуста. В ней нет страдания. Да. Возьми микрофончик. Я всю жизнь мечтала о любовных отношениях, наполненных взаимопониманием, душевностью. Подвижи микрофон. Так? Ты всю жизнь мечтала о чем? О любовных взаимоотношениях, наполненных душевностью, взаимопониманием. У меня никогда таких не было. Но вот что прям вот душа с душой. Но я все не отчаиваюсь. Не отчаиваюсь. Замечательно. А знаешь, что такое мечта? Да. Это жилище. Это назойливая мысль, которая не дает тебе покоя. Не дает. Но мне все кажется, что я еще успела. А он действует каким образом? Каким? Он никогда тебе не даст реализации этой мечты. А почему? Ну потому. Что делать? Потому что ему нужно, чтобы ты страдала. Да, я страдаю все время. Вот так и будешь страдать, пока эта назойливая мысль есть. Тогда что, перехотеть? Перехотеть. А ты не можешь перехотеть. Потому что вовлеклась. Хорошо. Заглотила наживку, понимаешь, уже? Очень сильно. Да. И на нерест уже идти невозможно, потому что ты уже на крючке. У рыбака, у этого. Так, и что делать? Что делать? Расслабиться. Чтобы наживка сама вылетела из твоей глотки. Расслабиться. Я расслаблюсь, она вылетит. Если сможешь. А то ведь и не сможешь. Потому что нет такой возможности, понимаешь, Олега. Вот оно ничего не может сделать. Ничего не может сделать. Вот если возникла эта наживка, ты ее заглотил, вот она будет мучить тебя до конца дней. Лишь только в том случае, если ты отбросишь, отречешься. Отречешься от всех вот этих гусей, прекратишь вовлекаться и очаровываться материальным. А это очарование. То есть тебе хочется вот этой романтики какой-то там, цветы, еще что-то, понимаешь? С душой, как ты говоришь. А что такое душа? Это и есть эго, милая. Как? Так. Так. Когда ты тебя спрашиваешь, что такое душа, ответь-ка на вопрос этот. Ты видела ее? Ну, мне кажется, видела. Но это опять тоже игры ума. Скажи, что это такое? Душа, ну это божественная частица. Частица. Да. Вот и все. Вот ты ответила на этот вопрос. Как только ты сказала частица, ты признала, что это отдельность. А отдельность это и есть я-мысль. Я отдельный. Мысль. Я отдельный. Понятно? Сон. То есть сама вот эта частица есть корень зла, корень сна. То, что ты называешь душой. Понятно? Вот так. И ты вот с этой душой, как с кошка с салом. Понимаешь? Ищешь. Вот этой вот романтики, еще чего-то. Ну, чтобы с душой. Так ведь? Ну, вот. То есть возникло представление у тебя об этом. Но это к подлинной любви или к Богу не имеет никакого отношения. Это сон. Сон, понимаешь? Игра ума. Потому что любовь подлинная, она не может влюбиться, милая. не может. Потому что в нее нет эго. То есть отношения не может быть? Отношения – это вообще только личностное взаимодействие. Потому что в самом слове отношения. То есть я к тебе отношусь как-то и ты ко мне как-то так, давай-ка, понимаешь? Вот отношения. Это отношения. К любви это не имеет никакого вообще. Ну, а любовь между мной и мужчиной может возникнуть? Или тоже нет? Для любви не нужен объект. Вообще. Она свободна от этого. Потому что любовь – это абсолютное безобъектное восприятие. Она сияет во все стороны. Одинаково. А как тогда люди встречаются, женятся, детей рожают? Обыкновенно. А что? Тела с этим справляются? Ну, легко. В чем проблема? Есть только убеждение о том, что святой, пробужденный не может создать семью, не могут быть дети. Он всегда один в горах, голодает, нищенствует. Ему нужно принести, подать. И так далее. Что не может изобилия быть в этом. Более того, что он там одиноко сидит у окна и скучает. По Лондону. По Лондону. Ну, вот ждет, когда к нему кто-то придет. Ой, да, да, да. Знаешь... И страшно заглянуть в это, почему возникает. А как же любовь, если я уйду в этот свет, растворюсь, меня не будет. А с кем же тогда пару-то встать? С кем? Вопрос. Еще раз говорю вам, что оставьте это тело. То есть вот эти все вещи, о которых вы сейчас говорите, вы пытаетесь присвоить, вы пытаетесь притянуть это к эго. эго. Но эго этим не руководит. Для эго существует только что мечта, мысль назойливая. И оно страдает эго из-за этого. А тело, а для тела, как не возникала эта возможность, так и не возникает. пока, скажем так, понимаешь? Потому что это не регулируется, ну вот, то, что ты называешь душой, или твоим эго, не регулируется, понимаешь? А чем регулируется? Высшей милостью. А как мне получить высшую милость? Выдайте-ка, пожалуйста, высшую милостью. Под расписку. Понимаешь, благословение не теряй. Вот о чем говорится. Это и есть высшая милость. А ты все время отворачиваешься от благословения. А благословение, это значит познание единого. Это значит соединиться со мной навсегда. Это высшее союза между мужчиной и женщиной. Это выше гораздо тех романтических отношений, о которых ты мечтаешь в своих грезах. Выше. Понятно? Так что тебе мешает прямо сейчас это? Принять это благословение и соединиться. В акте высшей любви. Ну как же, скажешь, скажешь, ты, я вот не познала еще низшую любовь. Да? Или среднюю. Ну какую-то. Не знаю, какую-то. Какую-то. Как будто бы любовь. Понимаешь, ну фальшивую любовь еще не познала же. Надо познать. Да? Ну вот. Выше милости, милая, когда тело будет готово, все произойдет. Конечно. Вот. А доверие, которое должно в тебе возникнуть, оно позволит тебе не страдать. И благодарить за то, что есть. Потому что ты этой мыслью своей не согласна с тем, что есть прямо сейчас. И тебе не хватает чего-то прямо сейчас в том, что есть сейчас. Тебе чего-то не хватает. и все. И тогда ты сидишь у окошка и страдаешь, и страдаешь. Где же он этот мой? С душой которой тоже. Да, чтобы так отношения выстроить. Выстроить. Построить отношения вот такие с ним. С кем-то. пострадать как следует. Да? Это что? Это ассоциация такая, стойкое убеждение, что отношения или вот это вот ты мне, я тебе, это и есть любовь? Конечно. подмена. А ум же все подменяет. Он все переворачивает с ног на голову. С ног на голову все переворачивает. И по большому счету неважно за какую мысль зацепиться. поиск пары или любая реализованная задумка, которая там не реализована. Любая мысль несет в себе потенцию разрушения. Не важно за что зацепиться, дойдет. за что зацепиться, потенция разрушения реализует себя через эту мысль. То есть можно обрадоваться например сложившимся отношениям не откуда, но следом что-то вылезает. следом все разрушится. Потому что эти отношения возникают личностные. А личность заряжена энергией разрушения. А как же вот этот душа заряжена этим. Вот пара как она возникает если мужчина вдруг оказывается рядом женщины вроде кто-то женится замуж выходит а вот кому-то нет. либо они как кошка собака по разным углам просто живут в одном пространстве просто потому что не разбегаются терпят друг друга есть такие кошки которые терпят собак. А есть те кто хорошо живут а в душу что называется а вот если они действительно соединились и в единстве в этом сокровенном единстве пребывают то там нет личностных отношений. Возможно не на уровне эго это на уровне эго невозможно конечно же потому что эго всегда ничем-то не довольна понимаешь эго не видит совершенства не видит почему есть пары которые живут всю жизнь вопрос можно ли считать их просветленными просветленных вообще нет понятно освобожденными освобожденными духовная реализация это очень просто утрата эго утрате эго и в этом заключено освобождение все больше ничего не нужно понятно а в этом случае возникнет возникнет допустим там твой суженый ряженый да и ты его присвоишь ну сто процентов присвоишь эго не может не присвоить оно всегда присваивает понятно ты скажешь это мой мужчина будешь довольна лежать себе на диване скажешь будешь благодарить всевышнего что это мой мужчина мой 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 а потом раз и он будет отобран у тебя и ты будешь страдать потому что такова природа сна такова природа ума ему нужна энергия страдания а если он не будет отобран у тебя то твое эго найдет изъяны в нем и будет страдать от того что он несовершенный понимаешь не так кружечку чайную держит понимаешь суп когда ест что-то чавкает понимаешь да понятно а уже прошла замечательно ну что-нибудь другое найдешь кардинально другое так освободись сначала сама и возникнет кардинально другое то есть вернись в рай и по резонансу возникнет притяжение да и возникнет единство единство безусильное понимаешь где нет того кто создает напряжение от того что ему чего-то не хватает и он не будет привязываться к этому не держать никого просто единство это будет происходить без страданий понимаешь и все будет тебя радовать буквально все и всех будет радовать все то есть радость наполнится наполнит жизнь радость это что такое рай это свет дасть это значит давать отдавать вот и все и вы будете отдавать друг другу всегда свет только свет и все ничего не желая себе рай взаимодействие единство конечно рай служение служить это значит с любовью жить понятно да раствориться в мастере позволяет это позволяет эго исчезнуть конечно да да конечно утратить эго можно можно даже вот таким образом то есть если есть у тебя мужчина рядом то растворишь с ним ты растворяешься в мастере как раствориться в мужчине которого ты не видел в нем святого или бога скажем не видишь утратить эго утратить эго больше никак это соглашаться со всем как он проявляется принимать отказаться от бросить все свои хотелки все свои желания и служить с любовью жить понимаешь служить ему как богу и он станет богом понимаешь потому что ты сделаешь его таковым своим преданным подлинным служением чисто сердечным сердечным следующий вопрос изумная группа где находится ум где находится ум где он находится везде смотрите вот что такое ум по сути что это такое все что видится и не видится все это ум все что проявлено и не проявлено все это ум качество сознания это кого сознание нигде не находится оно везде у него нет места пребывания места нет потому что оно охватывает буквально все а ум это то на что упал свет свет божественного сердца то что он высветил ну вот все формы которые возникли вся вселенная это есть проявленный ум у которого есть скрытые тенденции то есть поверхность это только поверхность которая бликует вот она как блики на воде она бликует и вовлекает тебя вот как бы в реальность то есть ты слепнешь словно слепнешь от этого бликования и начинаешь принимать это за реальность ну верить в это как в реальность понятно теряя себя теряя ясное видение вот такое такое свойство ума есть вовлечь тебя этим бликованием и погрузить в сон а ясность ума это что ясность ясность ума это это ясное восприятие того что проявлено или и не проявлено ясное восприятие то есть вот в этой самой чистоте истины которая явлена прямо сейчас здесь всем в основании явлены и ясность этого восприятия вопрос только лишь в том способны ли вы это осознать или нет мира недавно говорила про болезни вопрос задавала про мужчины если находиться с вами в одном присутствии даже не задавая вопрос то исцеление тела происходит потому что ну вот у меня вчера и вообще по жизни вообще очень сильно болит спина и невозможно сидеть никаким образом и сейчас она не болит ну и чуть-чуть совсем не так обычно но я не задавала вопросы никак не оповещала то есть просто одно присутствие мастера помогает да ну и те люди которые находятся в онлайн трансляции смотрят из дома это то же самое то же самое да единственный признак подлинного аватара это чудесное исцеление в его присутствии ума и тело чудесное исцеление другого признака нет ну и для этого получается ничего не нужно просто ничего не нужно да это просто свидетельство о том что так есть да ничего не нужно было для этого большое благодарю и для этого не нужно сказать это не нужно это не нужно Продолжение следует...